Хорошо ржет тот, кто ржет последний. Нижегородцы, которые терроризировали целый дом лошадиным ржанием, сегодня посадили за решетку. Пока временно, но это уже беспрецедентный случай. Первый в России. Напомню, Юрий Кондратьев очень не любил своих соседей сверху. Ему не нравилось, что они громко топают. И он начал мстить. Сначала включал через огромную колонку классическую музыку, потом тяжелый рок, а потом дошел до звуков лошадиного ржания. Каждый день в одно и то же время. Жители были просто измождены, писали во все возможные инстанции, но все бездействовали. Продолжалось это два года. И только когда наша съемочная группа рассказала об этом, и информация разошлась на всю страну, было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». И Юрия Кондратьева задержали. Юрий Борисович, считай себя виновным. Вы перешмете свою позицию по головой громкой звуковой окружающей? Как адвокат можете озвучить позицию, по защитному? Куда же от вас действие, что-то, а? Юрий, вы будете продолжать борьбу с соседями? Судя вам сказали, что соседей победили. Вы правда так считаете? Будете обжаловать решение? Вы ожидали, что его арестуют? Вы пытались как-то повлиять на него, чтобы не доводить такого? Вот так впервые в России за издевательство над соседями человека поместили в СИЗО. И повторюсь, что статья очень серьезная. 117-я статья Уголовного кодекса «Истязание». Напомним вам этот звуковой кошмар. «Истязание»